В Рассказовском районе уровень преступности среди детей и подростков находится на постоянном контроле органов правопорядка, школы, отдела образования, центра занятости и не только. Профилактические работы проводятся не только семьями группы риска, но и с благополучными семьями. Несмотря на то, что преступлений, совершаемых несовершеннолетними, не так много, все же в 2015 году их количество увеличилось. На расширенном заседании комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Рассказовского района подвела итоги работы с трудными подростками и профилактики преступлений в их среде. Итоги оказались неутешительными. Специалисты отметили рост преступности среди несовершеннолетних. Всего за 2015 год на жителей Рассказовского района было составлено 69 административных дел, из них 54 на законных представителей и 15 на самих подростков. Если проанализируем административные правонарушения, то мы увидим, что в основном несовершеннолетние совершают правонарушения по линии ГИБДД. Это, как правило, бывает управление транспортным средством без прав управления, без мотошлема. Сотрудники ГИБДД постоянно проводят беседы со школьниками. В целях профилактики дорожно-транспортного травматизма ученикам начальных классов раздали светоотражающие элементы. Духовно-нравственным развитием детей занимаются в кабинетах основ православной культуры и социальных гостиных. Ведутся беседы с родителями о недопущении нахождения их детей в ночное время в общественном месте. Но, несмотря на это, в 2015 году за это нарушение было привлечено 32 законных представителя. Одним из самых часто совершаемых преступлений среди детей и подростков являются кража и мелкое хищение. В 2015 году у нас произошел рост преступности на 400%. Два преступления было совершено, двумя жителями города рассказывала. Одно преступление было совершено жителям села Пятилетки, это была совершена кража. Также еще одним жителем села Хитрого была совершена кража. И жителям села Платонка также была совершена кража. Чтобы оградить ребенка от совершения необдуманных и опасных действий, необходимо его занять. Поэтому в отчетном периоде был организован активный отдых детей в пришкольных лагерях и спортивно-оздоровительном лагере «Сокол». Бороться с преступлениями помогает не только отдых, но и работа. В 2015 году было трудоустроено 138 подростков. Благодаря этим действиям с учета было снято 34 ребенка. Профилактическая и практическая работа с несовершеннолетними продолжается и в 2016 году. Дарья Белозерова, Максим Соколинский. Новости ТВ Рассказово.